привет друзья меня зовут олег и с вами канал я и мой хвост я учился в Кемеровском государственном университете работал в российской государственной цирковой компании где мне довелось работать ассистентом дрессировщика под руководством таких мастеров циркового искусства как Вадим Кузнецов и Ирина Запашная ГНМ Артеросян после того как закончилась моя цирковая работа я стал помогать владельцам наших друзей собак понимать своих питомцев то есть объяснять людям как думают их домашние любимцы для того чтобы правильно социализировать их семьи научить выполнять определенные команды и самое главное что такие курсы уже как бы существуют есть такой великий скажем так человек великий переводчик собачьего это Цезарь Милан но разница в наших курсах заключается в том что Цезарь Милан он как бы занимается именно коррекцией поведения то есть он корректирует поведение уже взрослых животных я буду вам рассказывать как избежать этой коррекции то есть как с щенячьего возраста воспитать вашего питомца таким образом чтобы не пришлось корректировать его поведение то есть не допустить момента когда уже надо будет корректировать его поведение вследствие неправильного воспитания однако мой курс будет затрагивать моменты коррекции поведения уже взрослых животных потому что я часто ищу на такие вызовы как бы мне приходится с ними сталкивать и если владельцы животных будут позволять проводить видеосъемку то соответственно я буду эти ролики выкладывать также на моем канале я и мой хвост так в моей практике вот я сказал уже что часто приходится сталкиваться с такими ситуациями то есть повторяться говорить не те же вещи собственно говоря разным людям поэтому по многочисленным просьбам решил выпустить вот такой видеокурс практической зоопсихологии общения человека с собакой в этом курсе я хотел бы поделиться полученными мной знаниями в Кемеровском госуниверситете на биологическом факультете и российской государственной цирковой компании суть метода заключается в том чтобы вы научились думать как думает ваш пес ведь собака никогда не сможет думать как человек в то же время вы можете опуститься до уровня собаки и скажем направить эти мысли в нужное вам русло то есть предположить как в данной ситуации думает ваша собака и повернуть ее мысль именно в то русло которое вам нужно не прибегая к насилию ну например элементарная команда сидеть да вот я сейчас пример такой приведу немножко отклонюсь некоторые люди насильно пытаются посадить собаку она сопротивляется хотя тут просто поднять над головой от собаки интересующий ее предмет это может быть подкормка какая-то это может быть апортируемый предмет какой-то там палочка мячик во что любит играть ваша собака то есть это уже в зависимости от самого животного какая мотивация для нее важнее это может быть пищевая мотивация может быть игровая ну и так далее то есть вот поднимаете интересующий предмет и собачка она собственно говоря сама примет естественную для нее позицию сидя для наблюдения за этим предметом потому что она заинтересована в нем то есть либо вы сейчас дадите ей покушать либо вы бросите этот мячик ну она сидя примет эту позицию сидя и будет наблюдать за ней вот может прямо сейчас попробовать это уверяю некоторые из вас удивятся ну это просто естественная для нее позиция вот собственно говоря и все подпишитесь на мой канал на ютубе я и мой хвост я периодически буду выкладывать обучающие ролики и мы вместе с вами создадим полноценную стаю для вашего питомца да именно стаю я не оговорился ведь собака воспринимает вас и членов вашей семьи именно как стаю и я научу как вам стать вожаком в этой стае потому что собака это социальное животное которое проживает в группе и естественно в этой группе должен быть вожак так вот таким вожаком должны будете являться вы друзья всем до скорых встреч подписывайтесь на мой канал на ютубе повторюсь видео хостинг ютуб такой все наверное знают я и мой хвост всем удачи пока 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 я